Как чувствовать себя богатым и счастливым человеком? Человек спрашивает, как чувствовать себя богатым и счастливым? Вопрос такой, можно я немножечко углублюсь? То есть богатым себя чувствовать сложно на самом деле, потому что всегда мне хватает. Вот если ты сегодня думаешь, что тебе нужно 100 тысяч рублей, чтобы ты был счастлив, и тебе больше ничего не надо было, то, когда эти 100 тысяч рублей появляются, ты понимаешь, что тебе нужен на самом деле миллион. И вот миллион решил бы все твои вопросы. Но когда появляется миллион, ты понимаешь, что нет, два бы точно решать все вопросы. То есть получается, ну как бы в моем понимании, то есть деньги точно не дают тебе вот это, понимаешь, что это богатый, не чувствуешь. И я знаю, что богатые тоже там острова хотят, летают на чартерных самолетах, и хотят потом еще острова. Уже им не хватает. Они чувствуют себя богатыми. То вот как ответить на этот вопрос человеку? Как чувствовать себя богатым? Дорогой любимый брат, в подтверждение твоих слов, хадис посланник Аллаху сказал, если бы дать сыну Адама, вади меня захб, вади это долина, долина из золота. То есть вроде бы, мой любимый брат, долина, золото, покроет его все расходы. Хоть там острова он купит на эти долины золото, самолеты купит. Ему, его детям хватит, его потомству, внукам, правнукам, он попросит вторую. Если мы ему даем вторую, он попросит вторую. То есть нафть, она ненасытная, она ненасытная нафть. Поэтому вопрос, как он себя чувствует счастливым, индивидуальным человек, мне кажется, каждый сам это в себе должен прочувствовать, аль-хамду-ля. И верующий человек, он понимает то, что, аль-хамду-ля, самое, что драгоценное, дорогое для него есть, это поминание Аллаха, если посмотреть, как верующий человек. Аль-хамду-ля, то есть помилился Аллаху, что ты, что я помилился Аллаху. Мы заходили в большие дворцы с президентами, встречались и с принцами, и на частных бортах летали. Но ничто столько не приносит, когда ты молишься, столько радости для сердца, как поминание Аллаха, как чтение Кур'ана с тобой, как читание намаза. Поэтому Аллах в Кур'ане сказал, «Аля, услышите же, когда человек вспоминает Всевышнего, сердце успокаивается». Это самое лучшее, потому что Аллах нас сотворил, то есть Аллах наш Создатель, Аллах в Кур'ане говорит, «Аль-хамду-ля, Аллах лучше знает о вас». Почему? Потом разъяснил. «Ид анша-акум минал-ард». То есть Аллах наш производитель лучше знает, что для нас. Например, ты купил машину БМВ, написано там, через 15 тысяч нужно сделать ТО, потом второе через 30 тысяч, потом через 45. Если ты не следуешь инструкции производителя, ты всего лишь водитель, а производитель лучше, завод БМВ знает, когда что поменять масло и так далее. Потом колодки у себя стерлись, движок стукнул, берешь машину на свалку, выкидываешь. Почему? Потому что ты не следовал инструкции производителя. Если вдруг ты совершаешь аварию, не ты виноват, не компания БМВ виновата, а водитель виноват, неправильную водилу. Тут же наш производитель, Аллах Субхану Ва Тааля, говорит, «Я лучше знаю, что вам нужно для вашей счастливой жизни». Для вашей счастливой жизни что? Аллах Субхану Ва Тааля говорит, услышите же, когда вы вспоминаете всевышнего сердца верующих, они обретают покой. Поэтому богатый человек, я сказал имам Шафия, если у тебя есть, говорят, еда на один день, то есть не на неделю, не на два дня, не на месяц, на один день что покушать, то ты самый богатый человек одинаковый, то есть ты богатый уже. Потому что, Субхану Аллаху, тебя есть. Вот даже сегодня мы проснулись, мы часто забываем благодарить Аллаху за теми, которые даже мы не можем заметить. Мы просыпаемся из дуа посланника Аллаха, который нас обучил. Благодарим Аллаха за то, что он нас оживил после того, как нас умертвил ночью и к нему наше возвращение. Ты просыпаешься и когда слышишь новость, что тот или иной попал в аварию и умер, ты понимаешь, что у него закрылась книга деяний, то есть все, его жизнь адель, то есть он уже не может сегодня помолиться, не сможет что-то сделать в виде своих детей, свою супругу, своих родителей позвонить. То есть знаешь, что ты в этот момент прочувствуй, что ты богатый, то что ты можешь позвонить маме, позвонить сестре, позвонить детям, позвонить, увидеть свою супругу и так далее. Ахамду Лля. Вот это вот есть богатство. Поэтому у каждого человека, оно в сердце, он должен это прочувствовать, зачем он богатый. Поэтому, ахамду Лилля, когда мы размышляем над творением, над созданием, то что Аллах Субхану сотворил нас из небесия, мы уже должны быть счастливыми. Потому что Аллах Субхану та Аля нас на этот свет полюбил. Когда мы говорим, что мы верующие люди, уже должны быть счастливыми, благодарить за Всевышнего Аллаха. Сколько людей там есть, там неверующие. Когда человек на самой дорогой машине, или девушка на самой дорогой машине едет, бывает у нее улыбка искусственная, у нее может быть машина в кредит, там она должна, тут с мужем поругалась, может быть и брака у нее нет, может быть мужа нет, жены нет. Это все, это не то. Поэтому, альхамду лилля, когда сердцем ты понимаешь, и твое сердце благодарно Аллах Субхану та Аля, вот в этот момент ты довольствуешься малым. Альхамду, что у тебя есть тессин довольствуешься, ты куда-то не гонишься, альхамду лилля. К тебе оно само приходит, помил Субхану. Всевышнего Аллаха. У тебя есть семья, у тебя есть, альхамду лилля, дети, у тебя есть иман, у тебя есть, альхамду лилля, дом, крыша над головой. Что похоже сегодня? Ты самый богатый человек, Субхану лилля. у тебя есть руки глаза губы ноги все-таки богатым смотря в какую сторону смотришь вот я недавно там стихи почитал там людям все-таки если смотришь на богатого да там вот смотришь на его там какие-то блага там и так далее то возможно ты можешь почувствовать себя бедным но когда ты смотришь на бедным материальном плане но когда ты смотришь в другую сторону если люди у которых нету питья которые голодают и так далее тогда ты понимаешь что у тебя все есть у тебя еще есть возможность помочь этим людям вот все-таки а я тоже думаю что это от нашего от нас от нашего сердца от нашего понимания от наша одна 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 от того какую сторону мы смотрим да и я тоже считаю что все таки богатым и счастливым чтобы себя чувствовать нужно быть богатым и счастливым вот здесь в сердце даже вот я приду у нас один чизак аллах хайран тебе за такой развернутый ответ мой дорогой брат до самое самое наше богатство перед глазами вот здесь перед носом ты вот набил брат стакан воды ты хочешь пить это одна милость Аллаха ты протянул руку некоторые люди не могут протянуть руку инвалиды парализованно это другая милость Аллаха ты смог поднять стакан сделать глоток это другая милость Аллаха ты смог проглотить это есть люди которые проглотить не могут воду из-за болезни это другая милость Аллаха то есть вокруг если мы начнем считать Аллах в Коране говорит, если будете пересчитывать все милости Всевышнего, обхватить их не сможете. У нас, помню, один папина, моего родственника, президент, там был большой нефтяной компанией, и в один день у нас был в гостях. И один шейх, он как бы с Узбекистана, он не такой богатый, он тоже у нас был в гостях. Мама тогда парамач, татарская блюг, беляши, и этот шейх, который небогатый, кушает все, что мама беспила, а этот говорит, это мне нельзя, врачи сказали, у меня тут таблетки пьет, какие-то, нефтяник, это мне нельзя, этот говорит ему шейх, кто из нас богатый, я или ты, ты президент нефтяной компании, у меня денег нет, ничего нет, я все подряд, кто из нас богатый, я не пойму.